К премьерному показу коллектив театра шел больше года. Желание создать по-настоящему крупную постановку потребовало от режиссера Ольги Кобецкой, актеров и сотрудников театрального центра огромного количества времени и сил. Восторженные отзывы зрители и артисты уже получили, но для всей труппы важно было услышать мнение театрального критика, ректора Российского института театрального искусства Григория Заславского. Мы дерзнули оставить то, что написано у Мольера. Имеется в виду, текст, конечно, пришлось подсократить, потому что пьеса на пять часов, но в Мольере заложен опера и балет. На суть театральному критику были представлены отрывки из спектакля «Мещанин во дворянстве». Трехмерные декорации, яркие детали и пышные наряды, оригинальные восточные атрибуты, великолепные оперные композиции и даже балетные номера. За всем этим безотрывно наблюдал Григорий Заславский. В дачных театрах играли в том числе и выдающиеся наши русские мастера искусства Шаляпин и какие-то великие актеры, в том числе Московского художественного театра. Поэтому и к этим театрам не стоит относиться снисходительно, потому что именно из таких вот детских увлечений потом вырастают, не обязательно актеры, но точно они будут уже замечательно профессиональными в своем деле. Изюминкой спектакля стало появление детей, которые безукоризненно исполнили свои роли. Ректор ГИТИС отметил, что энтузиазм руководителя Ольги Кобецкой очень велик, и театр ждет большое будущее. Видим, что хватает исполнителей, и в том числе замечательных, способных ребят, не только на главные роли, но и на те, которые выходят совсем ненадолго на сцену. А это нужно очень сильно... найти исполнителя на главной роли несложно, а вот ты найди тех, кто сыграет роли второго плана или эпизодически. Вот здесь вот мы видим, что это все есть. По-моему, это замечательно. Вместе с Григорием Заславским за игру актеров увлеченно наблюдала и Вера Стрельникова, исполняющая обязанности заместителя руководителя района администрации по вопросам культуры. Она отметила, что каждый из актеров – герой, а руководитель театра «Крылья» – настоящий локомотив, который ведет свой коллектив к высоким целям. Мила Тарасевич, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинсова».